Уголовное дело о краже синтетических смазочных материалов для транспортных средств слопотал житель Пытьяха. Заявление о пропаже товаров на сумму более 100 тысяч рублей написал директор одной из организаций города. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был установленным, оказался 37-летний местный житель, неоднократно ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за похожие преступления. Сотрудники полиции установили, что в течение нескольких дней рецидивист совершал хищение товаром материальных ценностей, а именно противоизносной пластичной смазки «Лукоил» объемом 51 кг и «Литов» в объеме 42 кг. Ущерб причинной организации превысил 100 тысяч рублей. Заломышленный дал признательные показания. По его словам, хищение ТМЦ с территории базы он считал с целью дальнейшего перепродажи случайным лицам. Вырученные денежные средства он тратил на свои нужды. В настоящее время, отделом дознания НДРС по городу Пытьяху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ. Кража, совершенная с незаконным примитиванием жилища. В отношении обвиняемого избранного мира пресечения в виде содержания под стражей. В Нефтьюганском районе на промысловой дороге задержали 38-летнюю жительницу Нефтьюганска. В ходе личного досмотра у женщины в правом наружном кармане брюк обнаружили и изъяли сверток, обмотанный изоляционной лентой. Внутри него находился полимерный прозрачный зип-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно экспертизе, изъятое вещество – это наркотическое средство Мефедрон, масса около 3 граммов. Злоумышленница призналась, что приобрела наркотик в сети интернет. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по второй части 228-й статьи. Сейчас она под подпиской о невыезде. А 33-летняя жительница деревни Сартынья, находясь в Березовском районе по улице Пушкина, в ПГТ Игрим, путем свободного доступа похитила из кармана куртки, висящей на вешалке в прихожей, денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по второй части 158-й статьи, то есть кража. Минувшие сутки злоумышленники вновь сорвали куш, заработали на верчивости и наивности югорчан более 2 миллионов рублей. Сотрудники полиции зарегистрировали 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона упорно пытаются защитить свои сбережения, ведут диалоги с малоизвестными людьми, которые атакуют их своими звонками, предлагая различные компенсации, а также пытаются сохранить свои денежные средства на безопасных ячейках. Продолжают покупать товары на сайтах и аккаунтах социальных сетей, которые созданы на скорую руку. Уважаемые жители Югры, не сообщайте и не вводите реквизиты банковских счетов и коды доступа. Для перевода денежных средств достаточно сообщить номер банковской карты. Если вы пострадали от мошенничества, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить об этом по телефону 102. Также за минувшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Одно из них в Нижневартовске, где сотрудники уголовного розыска установили 60-летнюю женщину. Она расплачивалась чужой банковской картой. Товаров набрала на 3,5 тысячи рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте yugradefistv.ru, а также в наших социальных сетях. Это Югра. Территория безопасности. Я Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин